Несмотря на то, что на дорогах области стало на 18 тысяч автомобилей больше, а Курганская госавтоинспекция до сих пор испытывает недостаток в сотрудниках, количество ДТП, пострадавших и погибших в них людей сократилось. По словам начальника ГИБДД, чтобы повлиять на цифры в печальной статистике, инспекция приложила немало усилий. Расстановка сил и средств в первую очередь осуществлялась на дорогах федерального значения, на основных автомобильных дорогах Курганской области. Да, где-то мы ослабили контроль в сельской местности, в населенных пунктах, но держали под особым контролем основные автомагистрали. И это позволило нам снизить тяжесть последствий. Основными причинами ДТП, как и прежде, является несоблюдение скоростного режима, правил проезда перекрестков и выезд на встречку. Например, из-за последнего произошло каждое седьмое происшествие, в которых погибли 78 человек, еще порядка 300 получили различные травмы. Также каждое седьмое ДТП совершили водители в состоянии алкогольного пенения. В них погибли 60 человек. Для пресечения еще одной распространенной причины ДТП – гонок на дороге. На вооружении инспекторов сегодня 32 камеры видеофиксации. В прошлом году эти техсредства выявили более 50 тысяч нарушений. В 2015-м так называемых микроволновок станет больше на 15 единиц. Кстати, на сегодняшний день камерами укомплектованы и все автомобили ГИБДД. Обеспечивается контроль как снаружи, так и внутри в салоне транспортных средств. То есть все действия сотрудника госавтоинспекции, принесения службы мы сейчас можем видеть. Эти видеозаписи мы используем для рассмотрения жалоб и заявлений граждан. Когда гражданин обжалует то или иное решение нашего сотрудника, мы открываем вот именно тот день, когда это все происходило и просматриваем видеозаписи. Всего же в 2014-м году сотрудники госавтоинспекции выявили порядка 214 тысяч нарушений. Из них 12 тысяч грубых, которые, по словам сотрудников ГИБДД, влекли повышенную угрозу безопасности. Нарушители были лишены права управления авто или получили административный арест до 15 суток. Константин Чаков, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру.